итак приветственном канале сегодня поговорим про такой фотоаппарат легендарный не повысила слой как канал 5d марк 2 и почему не стоит приобретать 2020 году и сейчас мы три причины озвучим и вот и вот по моему мнению его актуальность на грани вот исхода всего это где-то к 2012-13 год сейчас я объясню почему потому что фотоаппарат был анонсированный наш все выпуски 2008 году что в принципе достаточно давно было и у него было несколько недостатков таких заметных существенных и в году в 2012-13 уже вышел 5d марк 3 который был ну скажем на класс выше до 5d марк 2 ты как бы такой полупрофессиональный да у него хоть и по характеристики хорошим полнокадровый да тут эргономика все но он был таким классом пониже вот 5d марк 3 он уже более как профессиональная линейка там качество сборки выше лучше эргономика в него лучше автофокус ну 5d марк 3 вот 5d марк 3 у меня вот говорю на момент 2020 года к 5d марк 3 у меня претензий вообще ноль как бы нормальная зеркалка если кому-то нравится снимать зеркалка но 5d марк 2 было несколько недостатков у меня было два таких фотоаппарата я их продал взял canon 6d позже его тоже продал это совсем другая история и в общем то что я еще замечал это еще там три-четыре года назад когда мне этот аппарат был когда его собственные продал то что большинство фотоаппаратов которые вы можете купить и можешь купить выработали свои ресурсы или имеют скрытые дефекты это понятно фотоаппарат выпускался там 2009 10 11 год им снимали тогда были другие цены это до кризиса до санкции там до войны и все это убрали и снимали 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 и многие такие свадебчики даже такого уровня ниже среднего не этим фотоаппаратом работали и работали еще несколько лет после того как скажем он отработал свой гарантированный ресурс на него кончилась гарантия но него и выжимали как основатели и в общем-то этих фотоаппаратов много плюс какие-то утопленки плюс краденые фотоаппараты в той же загранице в азии в америке в европе эти фотоаппараты крадута как крадут вы знаете как крадут например такая вот автоподстава и кража фотооборудования человек приходится съемки там мылись прогулки ставит фотоаппарат на заднее сидение в этот момент ему кто-то ударяет по бамперу спереди человек открывать двери выходит с машины но на центральный замок он уже снял так задняя дверь открытой пользуясь этим моментом просто кто-то выхватывает рюкзак и все и как бы фотоаппарата нету с ним же нету нескольких объектив и так далее в крупных городах думаю практически у каждого есть знакомый который попадался на такой развод фотоаппараты краденые плюс могут быть утопленники и потом эти фотоаппараты уже в процессе вот такой вторичного рынка в процессе их уже продажи когда на них цена спала и в принципе эти фотоаппараты уже никто искать особо не будет и они начинают вот эти аппараты которые там краденые такие поломанные там еще какие-то проблемы они начинают всплывать периодически почему вот вы заходите на доски объявления там на лекс авито эти фотоаппараты они в таком количестве есть если копнуть клуб же бывает часто такое что это просто есть какие-то продавцы перекупщики которые специализируются на такой вот профессиональной полупрофессиональной техники прошлого поколения и эти фотоаппараты они всплывал что может быть они могут взять плату одну какую нему плата там нормально но сам по себе аппарат обдёртый в шарпан и обшарпан и такой убитый в принципе его пересобирает новом корпусе и навстречу вам приносит на выбор два фотоаппарата если вы вели какие-то переписки вам прислали скриншоты с пробегом там на видно номера затвора серийная плата в рафа все это хорошо но вам приносит два фотоаппарата и вниз просто вот этот где штативная площадка где есть номер корпуса его просто могут затирать там заклеивать типа чтоб не износился либо от блок в подарок какой-то дают вам под блок дает в подарок вам его закручивать самый дешевый китайский бадблок и вы этот номер не смогли посмотреть не успели все вы говорите про один аппарат навстречу вам приносит другой фотоаппарат с одним фотоаппаратов разводов масса может быть потому что новички покупаются на низкую цену есть люди которые на этом специализируются этой бизнес эти фотоаппараты вообще вот если вы купили такой фотоаппарат случайно он у вас там сломался через полгода через год либо у вас пропала желанием пользы вы хотите что-то другое скрипток расчетная цена с перекупщиками этот аппарат это 150 200 долларов вы у них берете за 500 ну там за 450 через полгода они вам будут за него максимум 150 200 дает давать если попадется опытный покупатель он тоже много недостатков может найти тут горит бэк фронт фокус и несовпадение внутреннего номера материнской платы с корпусом могут быть такие грубые следы ремонта могут быть там и кнопки продавлены экран крема поставлен в общем-то горючие резинки уже отклеены грушей которые тоже понимают этих фотоаппаратов он быстро вам расскажет всю правду жизнь и второй пункт это посредственно работа автофокуса и системы экспозомера тут понятно тут девятиточечный датчик достаточно дерьмовый такой как стал canon 20 до 30 до 40 дну слабо откровенно и экспозомера система аналогично тому что было в 30 лет в обычный 5d classic экспозомер здесь достаточно паршивый и что в общем то вы можете из этого какие недостатки вы можете получить для новичка то что новичок владел например какой-нибудь камеры там 600 до 650 до 700 до и решил продать ущербный кроп чтобы купить старый полный кадр но может быть большая вероятность того что некоторые модели это никоновские модели что модели более там 2012 13 14 года зеркалок самый любительский у них как минимум проблем с автофокусом фокусом экспозомерам значительно меньше у них быстрее работает лайфхи качество экрана в современных фотоаппаратах выше если вы будете делать это промахи по экспозиции вы можете по экранах отследить с этим фотоаппаратом в принципе автофокус здесь он так уж это присутствует но для какой-нибудь динамической съемки вы практически не хватает радость этом люди со вспышкой репортаж снимать или студийную каталожку там на диафрагме 5 6 и 8 но для работы с объективами 1 и 2 1 и 4 он подходит слабо боковые точки не чувствительные центральная точка не чувствительная он очень часто промахивается в общем то моя причина почему я с него ушел на канон 6d канон 6d современник камера там получше экран там лучше работал автофокус экспозомер экспозомер что у нас режим приоритет диафрагмы у нас диафрагма фиксированная и со у нас тоже может быть авто может быть не авто но подбирается выдержка исходя вот из заданных по коллекции если экспонометр работает плохо он здесь работает ну просто ужасно каких-то сложных условиях освещения он будет постоянно либо передер либо недодерман будет постоянно валить то в минус то в плюс и вы ничего подстроить не можете экран блеклый вот вроде и 3 дюйма до современного очень блеклая очень плохая технология старые тфт экраны и большая воздушная прослойка между самим от стеклом и и самим экраном и в этом экране в принципе вообще ничего не видно даже в такое можно сказать практически вечернее время он серый блеклый там не по цвету не по экспозицию не по детализации даже попали фокс не попали этот экран вообще тут в принципе как на кнопочных телефонах того 2005 года это просто отстой полный в общем то мы прошли первые два пункта что новички могут столкнуться ну с такими с очевидными проблемами хотя этот фотоаппарат многое где расхвалит но беру его актуальность в году в 2013 закончилась вышел 5d mark 3 который намного более понимаете камера современная там 51 . фокусировки там 2 2 слота для карт памяти качество экрана намного лучше экспоза мира лучше чувствительность центральной точки автофокуса лучше ну скорость работы в общем-то камеры выше качество сборки у 5d mark 3 выше у него лучше эргономика 5d mark 2 еще можно поговорить с промежуточным между вторым и третьим пунктом то что у него пыль и влагозащиты как таковая в принципе отсутствует ну он имеет скажем более увеличенный корпус по сравнению с тем же канон 20d или 30d но по сути это еще аппарат любительский малейшая какая-то влага перестают работать кнопки все эти диски не крутятся до фотоаппарат на относительно надежды он может достаточно там много много щелчков затвора на большим пробегом тайских то про ты по 300 400 тысяч но с пылевлагозащита и с фокусировкой у него очень большие проблемы система очистки матрицы она также посредственно матрица постоянно забиваются пылью пышнику и пыли влагозащиты в принципе нету пыль попадает через экран через кнопки через видоискатель и через верхний монохромный дисплей экспо параметров он в принципе да и даже через днище попадаешь из батарейный отсек дырявый просто фотоаппарата на конденсат можно насобирать он может не может быть и не утопленник но какие-то проблемы может иметь и третий пункт почему все новички хотят полный кадр но в случае очень старых фотоаппаратов это вот это делать не стоит очень высокий уровень шумовной со выше 1600 еще года три четыре там пять лет назад люди как-то вот у 1600 это хорошо но современные кропы уже давно научились снимать не хуже и 100 1600 этого откровенно уже мало да этот аппарат был интересен только из-за своего большого разрешения разрешение 21 мегапиксель это было хорошо это было интересно но говорю по скорости работы по общему качеству изображения он даже можно сказать ниже среднюю вот низкое качество изображения сложных условиях освещения что мы здесь подразумеваем поставили высокое со ухудшается качество цвета мы не можем тянуть мы она все плата в один канал падает при попытке потянуть тени света но все разваливается на пикселей все в принципе очень падает детализация и качество цвета но вот ну такое никакое в принципе там и объема уже нету потому что она плоская все следы шума дам возле дэй мы маленький динамический диапазон вот это свойственно всем камерам того времени но и канону особенно он плохо тянет в тени но и принципе для пейзажной съемки он так довольно слабо подходит вот с подытоживать и минусы можно сказать что это фотоаппарат был разработан для продакшнах был разработан для студии на съемки для каталожной съемки где нужно было достаточно серьезное по тем меркам разрешения кропы были там 10 мегапикселей 12 тут извините нам 21 если да было несколько лет это актуально но сейчас он как универсальный фотоаппарат он не актуален не медленный слабый автофокус и самое главное что в конце можно подытожить у него очень маленький буфер кадров у него 11 кадров раф и где-то порядка там 30 джипегов это очень мало скорость серийной съемки маленькой 2 секунды поснимали буфер забился аппарат для универсальной съемки не подходит если вы все-таки хотите полнокадровый зеркалка я бы рекомендовал бы обратить свое внимание на канал 6 до камера по новее она чуть чуть попроще как бы считаться классом пониже но по характеристикам они достаточно похожи при том что у канун 6d динамический диапазон лучше и рабочий соук она 6 для практически 3 200 можно ставить промежуточные значения 2 2 500 до 3 200 ну практически 3 200 он держит ну и видеосъемка на 6 до все-таки там качество полу